Добрый день! Сегодняшняя программа открывается событием, которое произошло 2180 лет назад. В 161 году до нового лета счисления Иудея и Римская республика подписывают договор о дружественном нейтралитете. Тем самым Рим признал Иудею как суверенное государство. Ранее, в том же году, греко-сирийские войска владели Иерусалимом. Несмотря на их военные успехи, Иуда Маккаби решил продолжать борьбу. В сражении у Хадаши в 9 километрах к северу от Иерусалима армия евреев под его командованием одержала победу над силами полководца Никанора и вновь заняла Иерусалим. Вот тогда-то и был заключен договор с Римом. В 1609 году, 410 лет назад, скончался Рабби Иуда Лива бен Бецалель, знаменитый Маораль. Он прославился своими философскими работами и комментариями к трудам еврейских мыслителей. Равин Иуда Лива бен Бецалель интересовался математикой и астрономией, а также вопросами педагогики. Популярна легенда о том, что он создал человекоподобное существо под названием голем, которому следовало защищать евреев, если они находятся в опасности. Существует мнение, что Рабби Иуда Лива бен Бецалель являлся потомком царя Давида. Знаменитый сказочник Ханс Христиан Андерсон описал еврейский погром, который он застал в Копенгагене 200 лет назад, в 1819 году. В автобиографии он пишет о своем приезде в Копенгаген. Ему 14 лет, и он один в чужом городе. Вот эта запись. Вечером, накануне моего приезда, произошла тут еврейская свара. Андерсон не знал слова «погром», которая распространилась на многие европейские страны. «В городе беспорядки, улицы полны народу, шум, паника, переполох. Это было намного сильнее моего воображения». В 1859 году в городке Лык, сегодня это Польша, формируется общество Микице Нирдамим, буквально пробуждающие спящих. Его задача – выпуск научных изданий, произведений средневековой еврейской литературы. Обратите внимание, общество возникло не в крупном административном или университетском центре, а в маленьком городке. Общество основал издатель Элезер Зильберман при поддержке Верховного Равина Великобритании Натана Адлера и видного исследователя Шмуэля Луцато. Затем общество продолжило свою деятельность в Берлине, а с 1934 года оно находится в Иерусалиме. За годы своей деятельности им подготовлено более ста изданий. В 1869 году, 150 лет назад, российский император Александр II подписал разрешение на возведение в Петербурге большой хоральной синагоги. А спустя полмесяца, 19 сентября 1869 года, было получено разрешение комитета министров. В 1869 году родился Зигмунд Зальтен, австрийский искусствовед, критик, драматург, журналист. Но вот интересно, помнят его благодаря его усилиям не в этих сферах. Международную известность ему принесла опубликованная в 1923 году книга «Бэмби». Приключения Касули с этим именем описаны в переводах на более чем 30 языков. В студии Диснея снят знаменитый анимационный фильм «Поставлен балет». 75 лет назад, в 1944 году, Залман Градовский, который работал в команде при крематории Освенцима, спрятал в металлическую канистру свои записи. Он вел их 19 месяцев и зарыл в яме, где находились сожженные тела узников. Он написал, «Я похоронил это под пеплом, считая его самым безопасным местом. Здесь люди наверняка будут копать, чтобы найти следы миллионов тех, кто был уничтожен». Залман Градовский родился в Польше. Состоял в еврейском военизированном движении Бейтар. Стремился выехать в Палестину. В Освенциме погибла его семья и все его родственники. После доставки каждой партии евреев Градовский заворачивался в молитвенное покрывало талит, накладывал тфелин и произносил молитву за души убитых. Вскоре после того, как он зарыл свой тайный дневник, заключенные подняли восстание. Градовский был одним из его руководителей. Он погиб 7 октября 1944 года. Записи Залмана Градовского составили книгу «В сердце ада» после того, как в мае 1945 года была найдена первая часть его дневников, а спустя короткое время еще одна. 60 лет назад, в 1959 году, в прессе Федеративной Республики Германии появилась фотография министра обороны Франца Йозефа Штрауса, на которой израильский конструктор УЗИ Галь рассказывает ему о своем детище – автомате УЗИ. Тут же были приведены мнения специалистов о прекрасных качествах израильского оружия. Немедленно вслед за тем, арабские страны, в первую очередь Египет, направили правительству Федеративной Республики Германии ноты протеста. Федеративной Республики Германии 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 Федеративной Республики Германии